В эфире ежедневный выпуск программы День города в студии Оксаны Тебенихина. Мы приветствуем наших зрителей и, как всегда, расскажем вам о самых интересных событиях, которые произошли в Рязани за прошедшие сутки. Смотрите в ближайшее время. В Рязани проблем с инсулином нет. Министр здравоохранения опроверг информацию о том, что в городских аптеках отсутствует жизненно важное лекарство. Рязанские активисты устроили потасовку в Центральном парке культуры и отдыха. Молодые люди выступают против употребления алкоголя в общественных местах. Рязанскими археологами обнаружен фрагмент древней мостовой. Нашим авторам удалось проникнуть на место раскопок, получить эксклюзивное интервью и уникальные кадры артефакта. В Рязанской области проблем с инсулином нет, заявил министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий. На вчерашней пресс-конференции он сообщил, что на складе есть инсулин, закупленный на 50 миллионов рублей. Есть препарат и в коммерческих аптеках, добавил чиновник. Он подчеркнул, что данные подтверждены Росздравнадзором. Об исчезновении инсулина в Рязани сообщило сразу несколько различных средств массовой информации, к которым обратились жители города с жалобами на то, что жизненно необходимые лекарства им не продали сразу в нескольких аптеках. Подробности узнаете из следующего сюжета. Не так давно нашей съемочной группе во время опроса населения, что бы они хотели бы изменить в нашем городе, одна девушка пожаловалась на отсутствие одного из медицинских препаратов в аптеках Рязани. Медицина. Потому что я вот недавно ходила в аптеку, я не могу найти брату инсулин. Говорят, что он отсутствует. И буквально через два дня после этой съемки в СМИ появилось множество сообщений о том, что действительно в аптеках инсулина нет. В понедельник 16 мая на брифинге министра здравоохранения Рязанской области прозвучал тот же вопрос. Как оказалось, у Андрея Прилуцкого и на это нашелся свой ответ. Даже тот конкретный препарат, о котором говорилось, он имелся на тот момент в аптеке и сегодня он имеется. Как получают лекарства жители нашего города? Если выписал врач, значит этот человек идет в аптеку, там при больнице или там где он приписан. Там ему дается лекарственный препарат, который есть в наличии. Если его нет, естественно, конечно, тот фармацевт, который работает, должен по компьютеру просто посмотреть, есть ли этот препарат на складе, либо отложить рецепт и попросить жителей прийти на следующий день или через день и получить данный конкретный препарат. На брифинге обсуждался целый спектр вопросов. Журналисты узнали у министра здравоохранения, как будут распределяться средства федерального бюджета на развитие здравоохранения области. Этот вопрос также коснулся нового корпуса больницы имени Семашко. Начнется завершение строительства стационарно-проклинического корпуса больницы Семашко на 168 коек. Потому что действительно, кто бывал на территории, то территория сейчас достаточно хорошо преобразилась, все очень хорошо чисто, там проведены ремонты практически во всех корпусах данной больницы. Больнии находятся в достаточно комфортных условиях, работают высококлассные специалисты. Как рассказал Андрей Прилуцкий, в новом корпусе будут размещены офтальмологические, пульмонологические приемные отделения. А также консультативная поликлиника, рассчитанная на 150 посещений в смену. Чиновник также затронул тему объединения поликлиник. По его словам, процесс объединения идет уже по всей стране. Все вы знаете, что сегодня, скажем так, финансирование медицинских организаций и учреждений оставляется по душевому принципу. Если поликлиника обслуживает участок в 5, в 6, в 10 тысяч населения, то оно получает конкретные деньги за вот это проживающее население. Объединение поликлиник позволяет расширить участки до 25-30 тысяч. Тогда уже идет другое финансирование, и это позволяет привлекать также и узких специалистов. По мнению Андрея Прилуцкого, сфера медицинского обслуживания в городе и области постоянно развивается и совершенствуется. Однако пока население будет ощущать нехватку жизненно важных лекарств, о каких-либо улучшениях говорить рано. В текущем году в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов ремонт будет выполнен в 420 жилых объектах областного центра. На днях глава администрации Рязани Олег Булеков обсудил с жильцами дома номер 6 по улице Циолковского предстоящий в нем капитальный ремонт. Совсем скоро здание приобретет новый облик. Алена Куколева расскажет подробнее. Дом номер 6 на улице Циолковского, построенный в 1956 году, внесен в краткосрочную программу капитального ремонта многоквартирных домов на 2016 год. В ближайшие дни здесь начнется ремонт фасада. На проведение работ будет выделено более 4 миллионов рублей. Ремонт будет выполнен в общей стилистической концепции этой улицы. За счет этих средств будут произведены ремонт цоколя, восстановление балконных плит и ограждений, их облицовка, профлистом, штукатурка и окраска фасада, установка подъездных козырьков. По словам Олега Булекова, главной задачей жителей станет контроль качества ремонта. Здесь сейчас нужно качество. И вот как раз, наверное, вы нам должны помочь. Есть управление, которым этим занимается, фонд, который занимается. Если видите, что вдруг где-то, что подрядчики, как вам кажется, не так делают, ничего страшного, позвоните в управление. Пусть ребята приедут, посмотрят, разберутся. Хотелось бы сделать один раз и хорошо. Деньги немалые по городу. По словам Олега Булекова, более миллиарда рублей в этом году будет затрачено на капитальные работы в многоквартирных домах региона. При этом две трети суммы забирает Рязань. Полицейские провели в Рязани рейд по профилактике подростковой преступности. Сотрудники полиции совместно с представителями комиссии по делам несовершеннолетних города Рязани и дружинниками навестили семью, находящуюся в трудной ситуации, и повстречали в центре города трех нетрезвых подростков. Очередной рейд по профилактике правонарушений среди подростков прошел в рамках акции «Дети. Улица. Подросток». Инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции номер один по обслуживанию советского района УМВД России по городу Рязани совместно с представителями комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Рязани и дружинниками навестили семью, стоящую на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Мать-одиночку заподозрили в злоупотреблении спиртным и решили проверить, в каких условиях живет ее ребенок. Полицейские застали хозяйку дома и удостоверились, что женщина взялась за ум и добросовестно исполняет родительские обязанности. В ходе проверки улицы Рязани и мест массового скопления молодежи сотрудники полиции заметили на площади перед главпочтампом трех подростков, которые вели себя странно. Двое парней нетвердой походкой вели под руки третьего. Полицейские и дружинники остановили ребят. Выяснилось, что трое 14-летних рязанских школьников, находясь в состоянии алкогольного опьянения, причем один из них уже не может передвигаться самостоятельно. Полицейские вызвали скорую помощь, которая отвезла подростка с признаками отравления в детскую областную клиническую больницу. Позже за ним приехала мама и забрала домой парня, который после промывания желудка пришел в норму. Вызвали родителей двух приятелей подростка. С родителями всех провели профилактическую беседу. Оказалось, что ребята из благополучных семей. Сотрудники полиции составили административные материалы, которые будут переданы в городскую комиссию по делам несовершеннолетних для принятия решения о наложении штрафа или постановки на учет. Рейдовые мероприятия продолжаются. В полицию Рязани подано два заявления с жалобами на участников общественного проекта «Лев против». Активисты организовывают рейды, в которых просят людей не курить и не выпивать в неположенных местах. Причем делают это порой в жесткой форме. Все происходящее записывают на видео и выкладывают на канале в YouTube. Очередной такой выход активистов в свет закончился потасовкой. Год в России и полгода назад в Рязани появился общественный проект «Лев против». В нашем городе уже многие узнали о новом движении. Канал «Рязанского льва» на YouTube уже собирает тысячи просмотров. Активисты подходят к горожанам, распивающим спиртное и курящим в общественных местах и просят прекратить действие, ссылаясь на закон. Однако в случае, если человек не соглашается, участники движения предпринимают особые меры. Три предупреждения есть. Мы подходим, говорим, вы курите в общественном месте. Если вы сейчас не потушите сигарету, мы будем вынуждены просто потушить ее пульверизатором. Так идет три предупреждения. Если после третьего предупреждения он не затушит сигарету, мы будем применять пульверизаторы. Представитель проекта Михаил Бахишев утверждает, что активисты не используют крайних мер, кроме пульверизаторов, и действуют по системе просьб. По их словам, они вежливо просят, а не требуют прекратить курение или распивать алкоголь. Однако на видео на YouTube мы видим, как активисты попытались выхватить у мужчин пиво, которое они пили в общественном месте. Это кадры рейда 13 мая в ЦПК ИО. Конфликт закончился дракой и вызовом полиции. Содержимое бутылок активисты выливают, но мы не знаем, с разрешением ли владельца. Если без, то в этом случае уже действия активистов можно назвать неправомерными. Самоуправство оговорено в двух нормативно-правовых актах. Ситуация с новой организацией в городе оказалась неоднозначной, и большинство комментариев горожан пока отрицательные. Большинство людей курят, пьют. Это как бы для них сейчас нормой стало то, что алкоголь, употребление. Но это для всех норма, и они как бы не хотят, чтобы у них тоже отнимали. Вот. Ну, закон надо соблюдать, чтобы все пили в дома у себя, в барах. Специальные бары для этого есть, чтобы там пить. Зачем в парк приходить, где гуляют дети? Парк, тем более, там называется Центральный парк культуры и отдыха. Алкоголь же, курение – это не культурно. Пообщавшись с активистами, мы удостоверились в благих намерениях молодых ребят. Однако уже сейчас ясно, что их так называемые особенные меры ни к чему хорошему не приведут. Конфликты с горожанами были не единожды. Лучше всего в данной ситуации будет согласовывать свои действия и проводить рейды с управлением охраны общественного порядка. Тем более, что сотрудники управления благожелательно относятся к таким инициативам. Ранее в Рязани действовала схожая по направлению организация «Трезвые дворы». Возможные новые активисты станут на страже порядка. Они будут его сами же нарушать. Сегодня стало известно, что рязанские археологи обнаружили во время раскопок на улице Петрова фрагмент деревянной мостовой Большой Московской улицы. Примечательно, что наша коллега Ирина Ковалева является первым и последним журналистом, которому удалось пробраться на место раскопок, получить эксклюзивное интервью археологов и уникальные кадры, после чего древний артефакт навсегда исчез с лица земли. Раскопки, проводимые в связи со строительством нового здания музея в районе площади Соборной, вновь преподнесли археологам сюрприз. Им стал найден и сегодня фрагмент деревянной мостовой Большой Московской дороги, главной улицы Переиславля-Рязанского XVIII-XVIII веков. Известно, что проходила она от Глебовских ворот и Глебовского моста, пересекала всю территорию Острога, продолжалась вдоль современной улицы Семинарской и уходила на Москву, по сути, являясь главной трассой, соединяющей Переиславля-Рязанский со столицей. В черте города это была главная магистраль вот этой части города, достаточно широкая, самая широкая улица, где-то по письменным источникам примерно 4-5 сажений шириной было, это 8-10 метров. И вот в этой части раскопа как раз мы обнаружили следы этой дороги 17-18 века. Вероятно, она существовала и раньше, но вот в 17 веке, по всей видимости, она уже приобрела черты такой улицы городской, и причем улица мощеная, то есть она была не просто земляная дорога, она была покрыта досками, то есть лежали деревянные лаги, на них лежали деревянные доски. Как раз следы этих деревянных лаг и плашек сегодня были найдены на раскопе. Об этой дороге ученые знали давно из древних письменных источников, однако ее точное месторасположение известно не было. Теперь же археологи могут сказать, где именно проходила Большая Московская дорога, где она пересекалась с линией Острога. Кстати, именно в месте пересечения находилась Большая Московская проезжая башня. По всей видимости, следы этой башни, если и существуют, то находятся под зданием Центробанка, так что их мы уже не увидим. Впрочем, как и фрагмент найденной сегодня дороги. Мы вынуждены будем ее дальше срыть и дойти до уровня, скажем, где уже нет культурного слоя, мы вынуждены продолжить работы. И такие вещи, к сожалению, нет пока никаких в нашей науке, и вообще нет возможности законсервировать и сохранить такие объекты. Потому что это даже не столько дерево, это древесный тлен, который рассыпается в руках. В ходе работ на этом раскопе уже были сделаны довольно интересные находки. Среди них фрагменты амфор XIII века, большое количество стеклянных браслетов, а также бронзовый крест энкалпион с изображением святых Бориса и Глеба. Однако сегодняшняя находка, несомненно, стала самой значимой для археологов. Далее сюжет от нашего партнера телеканала «Домашний». Второй сезон реалити-шоу «Беременные» уже вышел в эфир. Главными героинями второго сезона шоу стали режиссер Валерия Гая Германика, дочь известного модельера Галин Юдашкина и экс-участницы реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь. Как готовиться к предстоящему материнству? Какие трудности придется преодолеть в будущей маме? Что носить, есть, как поддерживать себя в форме и как сделать, чтобы переживания не испортили самые счастливые моменты в жизни женщины? Об этом в реалити-шоу «Беременные» на канале «Домашний», которое уже стало популярно среди рязанских будущих мам. Первый сезон проекта зрители канала увидели в 2015 году. Участницы реалити-шоу обладают разным социальным статусом, материальным достатком и опытом материнства. Кроме того, женщины выбирают разные позиции по отношению к беременности и родам. Разные достаток, образ жизни, убеждения. Но у всех одна цель – родить здорового ребенка. Участницы телепроекта делятся опытом друг с другом и со зрителями. Поэтому каждая женщина в самом ответственном периоде своей жизни узнает для себя что-то новое, а также ощущает поддержку от таких же беременных девушек. На этом мы завершаем наш выпуск. Дарья в эфире программа подробностей. Ну а день города прощается со зрителями до завтра. Всего доброго. Генеральный спонсор программы – жилищный комплекс «Дядьково». Весь май квартиры площадью 41 квадратный метр от 1 150 000 рублей. По ипотеке с государственной поддержкой. Жилищный комплекс «Дядьково» – надежное качество по доступной цене. Звони 997722. Продолжение следует...